МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как на территории Первомайки обстоят дела с такими важными направлениями, как строительство детских садов и школьных учреждений? Начать я предлагаю, наверное, с детских садов. Их тоже за последнее время появилось на Первомайке немало, как и во всем городе. Да, Первомайский район в свое время довольно-таки успешно выполнил программу строительства детских садов. Вот за несколько лет, с 2008 по 2012 год, пять детских садов было построено, и программа эта довольно-таки успешно была реализована, особых претензий населения не было. Но вот в последнее время при большой такой, большой застройке территории Первомайского района, значит, у нас за пять последних лет практически на каждого жителя сдавался один квадратный метр жилья, поэтому, значит, здесь число жителей значительно увеличилось сегодня. Вот самый малонаселенный район, вы говорите, уже 90 тысяч жителей проживает в районе. То есть, с Первомайцы не согласны с этим званием, и население увеличивается? Ну, дело в том, что на сегодняшний день мы действительно из восьми округа и семи районов мы являемся самым малым. Но, тем не менее, 90 тысяч – это идет приличный прирост, особенно за последние пять лет, а почти 20 тысяч. С 70? С 70 тысяч до 90. За последние пять лет до вырослого населения Первомайского района. Да, там есть приличный, это естественный прирост населения. Сегодня у нас практически каждый год рождается на 200 человек, ну, на 200 больше, чем умирает, поэтому это одна сторона. И вторая – это заселение, значит, тех микрорайонов новых, которые сегодня достаточно успешно развиваются. Это Березовый и Первый строительный фонд – это Весенний у нас. Ну, ряд других тоже подразделений, которые работают. Поэтому сегодня, на сегодняшний день, значит, проблема детского сада в центре района существует. Тем не менее, мы подготовили площадку, это вот нам необходимо два детских сада. Один на Твартовского, где вот новый микрорайон, и второй в центре района. Я думаю, что через год примерно эта программа начнет реализовываться. В отношении школ, значит, у нас 12 школ, вообще сейчас 9,5 тысяч учеников. Ну, в одну смену, конечно, работать невозможно, поэтому в последнее время, значит, в городе принято решение строительство двух школ в Первомайском районе. Одна будет уже, по-моему, в этом году, да? Да, одна в 2017 году на Березовом, на 550 мест. И это значительно разгрузит, в общем-то, южную часть района. Там школы, которые переполнены, и 8-я гимназией, и 141-я, и 117-я школы. И вторая школа, вот начато уже строительство на Весеннем. Там школа больших размеров, 1250 человек, и тоже в центральной части несколько лучше будет, в общем-то, ситуация со школами. Дело в том, что в последнее время там задачи поставлены в том, чтобы работать, вернее, учиться в одну смену. Ну, пока, наверное, при строительстве двух школ это полностью на 100% не будет реализовано. Но, в принципе, мы приблизим-то к такому коэффициенту, чтобы работать, в общем-то, в одну смену. Это вот такая ситуация сегодня со школами и детскими садами. Ну да, как мы уже сказали, это один из приоритетов работы мэра Новосибирска Анатолия Локтя. И хорошо, что Первомайка на этом фоне не отстает. И строятся и детские сады, и новые школы. И второй приоритетный момент, как мы уже говорили, это работа общественного транспорта. Анатолий Евгеньевич Локоть сейчас активно работает над возрождением общественного транспорта. Как обстоят дела с транспортной доступностью, с работой общественного транспорта в Первомайском районе? Ну, Первомайский район, значит, так устроен, что, значит, железная дорога, которая идет на Барнаул и на юг, делит его на восточную и западную часть, и станция Инская также делит, в общем-то, район тоже на две части. Одну северную и южную часть. Значит, пока сегодня, ну, проблемы южной части. Это один, так называемый, Матвеевский переезд, который сегодня, ну, в принципе, с тем потоком транспорта, который не справляется. Естественно, здесь и есть проекты, планы строительства такой крупной развязки. У нас, кстати, по-моему, был звонок на эту тему. Давайте с автоответчика послушаем. Здравствуйте. Хотела бы задать вопрос ко встрече с главой Первомайского района. Вопрос от жителя нового микрорайона Березово в Первомайском районе. Нам вот очень нужна развязка на Матвеевке. Просто невозможно ездить по утрам, по 40 минут стоим в пробке. Невозможно ни на автобусе выехать, ни на машине. Говорят, что вот построим-построим, и это уже три года продолжается. Вот нельзя ли как-то вот решить этот вопрос? И мне такое предложение, вот если, ну, невозможно, дорого там сейчас построить эту развязку в виде тоннеля подземного, либо какой-то вот такой вот большой развязки масштабной, то, может быть, рассмотреть такой вариант, как выезд через поселок Рымзе. И в этом есть вот тоже выезд через шлагбаум, манумно построить вдоль этих путей железнодорожных, по внутренней стороне дорогу до этого пасть. Оборвалась мысль нашей радиослушательницы, но я думаю, что вам понятно, о чем она говорит. Мне лично непонятно, я на Первомайке бываю не часто, а я думаю, что вам более знакомы такие понятия, как РМЗ, поселок и так далее. Да, но эта проблема очень острая на сегодняшний день. И вот проект сделан, это двухуровневое пересечение, значит, это самое, над железной дорогой. Значит, сегодня проект оплачен и, в общем-то, ну, ждем, когда появится возможность, через год, через два строительства этой развязки. Те предложения, которые поступают от жителей о том, что, ну, по такой, ну, лесной зоне сделать параллельную, в общем-то, дорогу, она начинается, я прекрасно знаю эти моменты, от Матвеевки сначала до Звездной, это самое. Вот здесь есть один из переездов, который может быть, это самое, использован. Это примерно два километра лесной дороги, так называемой. Ну, и вторые моменты тоже есть, мы рассматриваем моменты, это строительство, дальнейшее продолжение этой дороги от, значит, этой Звездной, значит, до электровозоремонтного завода. Ну, там через поселок ремонтомеханического завода тоже такие проекты есть. Они сегодня, значит, как варианты, ну, будем говорить, дорог летнего пользования по лесу можно, но, тем не менее, на сегодняшний день пока это в планах строительства этой дороги нет, хотя рассматривать этот вариант можно. Ну, и один из моментов таких, это, значит, пересадочный пункт на Матвеевке, там на сегодняшний день, там на 10-15 машин есть, ну, летом будем делать на 60-50 машин этот пересадочный пункт, который позволит сегодня, ну, оставлять транспорт и пользоваться железнодорожным транспортом. Поэтому, значит, вот работа транспорта в этом плане, очень сложная, конечно, обстановка, там выезд с микрорайона Березовой может быть еще под так называемой, ну, Баганской лесной дороги и через переезды стрелочного завода. Здесь вот Аксеновский такой мост есть так называемый, но это тоже, значит, один из не лучших вариантов, что проблема существует, над проблемой работаем, и мы, думаю, все варианты, которые будут разумно предложены, будем рассматривать. Я приветствую очередного дозвонившегося. Добрый вечер. Как вас зовут и какой у вас будет вопрос к главе Первомайского района? Вы со мной разговариваете сейчас? Да, конечно. Да, добрый день. Вот хотелось бы вопрос задать к главе Первомайского района, насколько он в курсе. Мы жители Первомайского района, жиломассива Весенний. Вот мы живем 7 лет уже на этом жиломассиве и задыхаемся от сажи, которая летит с Новосибирского электровоза ремонтного завода. Утром встаем, у нас сажа даже в холодильнике. И вот хотелось бы, как-то вопрос этот решается. Уже весь мир же топится газом, а мы почему-то топим какой-то солярой или мазутом чем-то там топят. И вопрос вот в этом, когда решится вопрос с экологией. Спасибо большое за звонок вам. Алексей Владимирович, знакома ли такая проблема, как сажа на холодильниках жителей Первомайского района? Да, это самое. И проблема-то существует тогда, когда роза ветров такова, что с юга на север дует, в общем-то, попадает много выбросов на этот микрорайон Весенний. Значит, что для этого делается? Газификация завода проведена. Там есть так называемых два котлоагрегата. Один уже, который летом будет работать только на горячую воду, он переведен на газ. И второй, вот, значит, большой котлоагрегат, который работает, в общем-то, на тепло. Котельная этого завода отапливает в том числе и 100 тысяч квадратных метров жилья, которое там на поселке электровозоремонтом, на ремонтом механическом. Поэтому, значит, ну, много было разговоров, много было, в принципе, предложений. Но на сегодняшний день, значит, я полагаю, что в 17-м году будет, вот, в год экологии реализован этот проект. И, значит, котельная электровозоремонтного завода будет полностью переведена на газ. Здравствуйте, меня зовут Евгения. Я житель Перломатского района, Коренной. Как бы, большое, конечно, спасибо, что район у нас развивается, все хорошо. У меня ходят дети в школу на улице Физкультурной 140. У нас есть два лежачих полицейских, это прекрасно. И там есть пешеходный переход, который переходит в сугрупп. Как бы, вот, решить эту проблему, и по улице Красному факелу дети ходят по дороге. Движения все-таки, и нечищенные дороги в связи ему были. То есть, вот это благоустройство для детей, подход к школе. Ну, и перекресток физкультурная, игре в революцию, когда будет светофор. Спасибо большое за звонок. Вы, в общем-то, всю схему подхода школьников к 140-й школе рассказали. Это те, которые идут по Героев, вернее, по Красному факелу. Значит, по этому году у нас большой будет, в общем, тротуар, нормально сделанный по улице Марата. Это параллельно Красному факелу. Значит, будем через год примерно строительство тротуара по Красному факелу. То, о чем вы говорите. По светофору. По светофору в плане есть на 17-й год строительство светофора на перекрестке физкультурная и Героев революции. Значит, ну, в отношении дорог. Здесь сегодня, значит, ну, занимаемся довольно-таки, там, жестко относимся к дорожникам о том, чтобы дороги были, значит, в нормальном состоянии, нормативном состоянии. Красный факел и Марата – это асфальтированные улицы частного сектора. Но сегодня устройство тротуара там, ну, такова сегодня обстановка, что особо его негде сделать. Поэтому мы, тем не менее, будем работать над этим. И там рассматривать надо к 140-й школе тротуар или со стороны, ну, будем говорить, с запада на восток. Или, значит, какое ваше предложение, или в первую очередь с востока на запад, вот так расположена улица, надо будет смотреть. Значит, ну, 140-я школа – это, я думаю, что те дома, которые, вот, Красный факел 43, вот этот тротуар будем делать. Сегодняшний эфир, я думаю, особенно интересен жителям Первомайского района, потому что у меня в гостях глава Первомайского района Алексей Владимирович Васильев. И есть очередной дозвонившийся. Алексей Владимирович, здравствуйте. Будьте добры, скажите. Меня зовут Надежда, я живу на улице Звездной. Скажите, когда закончится беспредел экологии в этом микрорайоне? Зиму пережили более-менее. Сейчас опять начинается то же самое. Жить невозможно, дышать невозможно. Сколько раз обращались, у нас что вообще все бессильные? И администрация, и городская администрация, куда ни бьемся, в вами везде получаем отворот. В чем дело? Куда надо нам еще обратиться? Крик души нашей радиослушательницы. Спасибо большое за звонок. Надежда, Алексей Владимирович, куда обратиться? Обращаться никуда не надо. Мы проводили несколько совещаний. Я полагаю, это речь идет о том производстве, которое на тройке расположено. Там кормоприготовление какое-то, которое, в общем-то, ну, не очень экологически чистое. Мы договорились с руководителем этого предприятия, что контракт, который заключен с тем, кто, значит, ну, там выполнял эти работы, малый бизнес так называемый, он будет прекращен в конце марта, и продления этого контракта на этот вид деятельности не будет. День добрый. Роженков, Юрий. Да, Юрий. Берега Первомайского района подвержены разрушению. Я вызывал специалистов с мэрией, приехали, сфотографировали, сказали, жилых домов нет, и уехали. И все, это обрывы. Я понимаю, что это федеральная собственность, но какие-то законодательные инициативы, еще что-то, демаркации линии, дачи там стоят прямо на берегу незаконно и так далее. Масса вопросов, что-то с мертвой точки сдвигается. Есть желание сдвигать вообще? Спасибо за вопрос, Юрий. Есть желание сдвигать что-то с мертвой точки? Конечно, всегда есть желание, всегда находимся в диалоге, предложения, которые поступают от людей. На территории Первомайского района протекают две реки. Одна Обь, которая почти 10 километров, и Ня, 8 километров. О каких берегах сегодня речь идет? Более конкретно надо, наверное, это самое, ну, уточнить. Берега, дачное общество, у нас по берегу только реки Аби, я думаю, в районе там Матвеевки. Значит, ну, конкретно, где разрушается, надо будет смотреть. Вообще, значит, по этому году мы такую программу ставим, вот берег реки Ини, это там, где первомайцы знают, было, вот, есть фламинго-стадион такой у нас, делали ребята. Значит, есть пляж. Значит, вот этим берегом будем заниматься. В этом году довольно-таки, я думаю, в приличное состояние проведем. Вообще, берега Ини, ну, на границе Первомайского района, конечно, там перепад высот бывает до 20-30 метров. Значит, это река Иня, ну, будем говорить, этот левый берег, там, где Первомайка расположена. Ну, разрушение берега, значит, очень сложно каким-то образом, вот, значит, делать там. Ну, тем не менее, по этому году, вот, есть так, микрорайон весенний, значит, где, значит, построено довольно-таки приличный уже поселок, там, более 300 тысяч квадратных метров жилья построено, народу много живет. Поэтому, по этому году, значит, укрепление вот этой береговой зоны, или, значит, которая идет вдоль вот построенного весеннего, предусмотренная, она будет выполнена, значит, это вот одни из первых шагов, которые позволяют, ну, несколько снизить вот напряженность в этом вот деле. Спасибо большое. Есть у нас там дозвонившийся? Я попрошу тогда вывести в прямой эфир. Добрый вечер, как вас зовут и какой у вас будет вопрос? Добрый вечер, меня зовут Валерий. У меня такой вопрос. Будет ли установка светофора Адаевского и Вересаева перегресток? Да, планируем. Там, если вы прекрасно вот знаете тот микрорайон, там, значит, в 200 метрах примерно от этого перекрестка есть светофор школа. Сейчас комиссия по безопасности движения рассмотрит, значит, что, как лучше сделать, это установить, значит, от школы убрать, ну, два светофора через 200 метров, это тоже на такой оживленной дороге, которая сегодня там по 40 минут стоит, это тоже не вопрос. Мы рассматриваем этот вопрос, и в этом году, полагаю, что удастся решить, значит, где оставить светофор. Или вот на школе, или на перекрестке Адаевского и Вересаева. Мы, кстати, вот со звонками радиослушателей по транспорту, эту тему не закончили с вами, вот по, я так понимаю, что развязкой на, ну, развязкой, которую нужно строить на Матвеевке, все транспортные вопросы в Первомайке не ограничиваются. Нет, конечно. Вот работа общественного транспорта сегодня, как бы вы оценили в районе? Ну, я бы оценил, в общем-то, удовлетворительно. Мы всегда чувствуем атмосферу в этом вопросе, когда люди обращаются, значит, у нас есть звонки, есть письменные обращения, есть, когда встречаешься в коллективах, предложения. У нас, в общем-то, на сегодняшний день 37 маршрутов проходят по Первомайскому району, из них, это самое, на больших автобусах мы, так называем, 107 больших автобусов, ну, остальные, значит, более, там, 407 всего автобусов, 300 автобусов, это газели, ну, то есть, малые автобусы. Значит, справляются, вообще-то, с перевозками, значит, несколько вопросов. Это вот так называемый 68-му, который снова у микрорайона, значит, туда в центр города вывозят, значит, там сегодня пока 8 машин работают, ну, думаю, что, значит, на одну, если две машины увеличить, то, в общем-то, интервалы будут приемлемы, звонков будет поменьше. И есть еще, так называемый у нас 69-й маршрут, который вот челноком ходит по улице, значит, вот, Адаевского, там, маршрут примерно, это 5 километров, и вот подвозят к электричке. Здесь тоже иногда бывают звонки в часы пик, необходимо увеличить количество машин для того, чтобы, ну, быстро доставить и без всяких проблем. Здесь вот это вот проблемы, это частного характера решаем, а остальные, так, особых нареканий и в работе общественного транспорта в Первомайском районе нет. Тем более, что у нас, так, свое ПТП-4, которое из всех ПТП, которые были, муниципальных, осталось в городе. Сегодня там идет реконструкция, реорганизация, вернее, ее, там, ПТП, которое было в Советском районе, присоединили, и, ну, довольно-таки, я думаю, в сложных экономических условиях работ, но, тем не менее, она свою функцию основную выполняет, ПТП-4. Спасибо большое за подробный такой ответ на этот вопрос. Наверное, давайте еще послушаем звонки с автоответчиком. Здравствуйте. Я хочу спросить и получить официальный ответ от главы Первомайского района Алексея Васильева. Планируется ли снос домов постройки 59-60-х годов прошлого века в частном секторе по переулку футбольной, по переулку футбольной, берег реки Инии? И если да, то когда и на каких условиях? Донченко Антонина Ивановна. Спасибо, Антонина Ивановна. Алексей Владимирович, есть такие планы? Да, но есть у нас комплексный план застройки района, есть, в общем-то, генеральный план города Новосибирска. Пока по футбольному переулку, этот переулок практически рядом с рекой Иня, Новолуговым там мостом, пока такой, значит, схемы застройки или сноса этих частных домов и переулка, там, застройка высокоплотная, застройка не предусмотрена. Добрый день. Меня интересует информация. Напротив живого дома по адресу Чапаева, опять в Первомайском районе, в свое время стояли бараки. Сейчас эту территорию очистили. Что предполагается построить на этом участке? Спасибо за внимание. Какие планы по этому участку? Да, спасибо. Значит, только вот осенью этого года было снесены все эти бараки Чапаевские, так называемые. Остался один барак там Ростовская-4. Значит, он тоже признан аварийным. Мы будем его, значит, сносить в ближайшее время. Вообще, это резервная территория. Пока, значит, ну, рассматриваем вопрос застройки, жилой застройки и продолжения Чапаевского жилмассива. Но для этого нужен нормальный инвестор, который позволил бы в ближайшее время быстро освоить эту территорию. Пока еще только за полгода, значит, освобожденной территории, еще конкретных, значит, вариантов застройки этой территории нет. Мы, наверное, перейдем к такой важной теме, как зеленые зоны. Развитие зеленых зон – это еще одна из точек таких развития. То, что Анатолий Евгеньевич Локоть, мэр Новосибирска, ставит какую задачу перед своей командой – развитие зеленых зон. Ну, Первомайка, насколько я понимаю, район у нас очень зеленый. Да, у нас площадь района, если так точно, 68,3 квадратных километра. Из них леса – это зеленая зона, только что является, ну, достоянием города Новосибирска – 11 квадратных километров. Здесь, в общем-то, ну, довольно-таки в этих условиях нормальная эксплуатация лесов идет, хотя есть проблемы, когда и мусор туда вывозят. Но, тем не менее, сегодня вот этот вопрос решен. Еще вторая такая у нас территория – зеленые зоны. Это тоже почти 10 квадратных километров. Это парки, это газоны, это другие массивы зеленые. В Первомайке несколько парков. Это первый, самый большой наш, конечно, парк, центральный парк Первомайский. Здесь он по прошлому году довольно-таки успешно развивался, было сделано, значит, довольно-таки много. Это давно жители Первомайского района там говорили о той арене-сцене, которая, значит, была снесена сегодня. Она задействована. Там есть, в общем-то, детские площадки тоже прирост приличный получился в хорошем исполнении. Веревочный городок так называемый тоже. Все это прирост Первомайского вот этого парка. Ну, конечно, сегодня необходимо и хотелось бы заменять крупные аттракционы, которые остались, но пока по этому году мы этот вариант не рассматриваем. Есть у нас еще, так называемый, вновь созданный, это Белый сад, значит, это улица в новом микрорайоне. Здесь тоже пока, значит, две трети территории в довольно-таки приличном состоянии. Одна треть еще мы в планах ставим, ее все-таки привести в порядок, вот, в год экологии. Сегодня вот те задачи, которые мы расставим, и тоже расширить эту парковую зону. Есть у нас давно с Первомайцами парк по 25 лет Победы, значит, здесь тоже занимаемся. По прошлому году довольно-таки, ну, много было сделано, там установленные скамейки, благоустройство проведено. Но есть еще такая береговая зона, о которой вот радиослушатель говорил по ине. Там, в общем-то, есть возможность еще нормально сделать проект и, в общем-то, ну, привести этот парк в полную, в полную такую хорошую готовность. Есть еще у нас зоны определенные, так называемый детский парк у нас, который надо тоже этим заниматься. В этом году в проектах есть, значит, приведение пока в благоустройство проведения этого парка, хотели сделать ограждение. Это вот по той программе, которую ставит перед нами мэр по приведению вот этих зеленых зол в приличном состоянии. Алексей Владимирович, здравствуйте. У меня такой вопрос. Будет ли соединена улица Адаевского с Орловкой, то есть с выездом в рабочий поселок Кольцово? Спасибо. Значит, мы все прекрасно понимаем, сейчас у нас такой проект был, когда началось строительство восточного обхода. Эта дорога будет, в общем-то, проходить через восточный обход. Думаю, что когда будет конкретно решен вопрос по восточному, это год-полтора, тогда будем рассматривать вопрос строительства этой дороги. И пока сегодня, ну, возможности перейти, значит, эту магистраль очень сложно. Вопрос к господину Васильеву. Интересует судьба хрущевок, которые жили свой эксплуатационный срок, то есть постройки 1962 года. Какие планы на них? В домах, дома, жить в таких домах уже угроза жизни. Ну, это такое амбициозное заявление, что жить в хрущевках – это угроза жизни. Наверняка амбициозные планы столичных властей, Алексей Владимирович, не остались незамеченными жителями Новосибирска и Первомайского района в частности. Ну, к сожалению, пока я не могу сказать о том, что в каком году начнется снос хрущевок. У нас в Первомайском районе довольно-таки много, значит, одна хрущевка, это Первомайская 102, постоянно на контроле находится, одна из самых неудачно первых серий построены, остальные довольно-таки, ну, в приличном состоянии. Проблема Первомайского района несколько в другом – это довольно-таки большое количество бараков, которые надо оснащить в первую очередь. Обсудим очень важную тему – ветхое аварийное жилье. Не секрет, что мэр Новосибирска Анатолий Евгеньевич Локоть этой теме уделяет очень серьезное внимание. Более того, именно мэр эту проблему вынес на федеральный уровень, где был поддержан коллегами, не только здесь городскими областными депутатами, а также членами политических партий, но и своими коллегами, мэрами других городов, что действительно проблема очень серьезная. 142 дома сегодня уже признаны ветхими и аварийными на территории Новосибирска, но не попавшими в программу, ни в федеральную, ни в местную, потому что они завершены. Кстати, какая доля из этих 142 ветхих аварийных домов принадлежит Первомайскому району? 30 домов признаны аварийными, но вообще ветхих домов у нас 217. Если смотреть по площади, которую они занимают, вот у нас полтора миллиона квадратных метров жилого фонда, из них 80 тысяч относим, в общем-то, к ветхому аварийному, это чуть больше 5%. По этой программе, не скажу, что успешно, но, в принципе, она реализовывалась и сносилась вот довольно-таки каждый год приличное количество, ну, примерно 5000 квадратных метров по 10 домов каждый год. 10 домов каждый год, да? Да, каждый год, да, расселяли. Вот то, о чем говорили вот это самое Чапаево, когда и что там будет, это вот как раз снос ветхого жилья. Ну, по этому году еще, наверное, несколько домов будет снесено. Ну, а в дальнейшем вы правы в том, что с 17-го года программа завершается, поэтому, значит, и мэр города Новосибирска, и депутаты на сессии обратились в продлении этой программы. Значит, ну, у нас несколько вариантов, конечно, решения. Это люди живут в этих домах, сегодня эксплуатирующие организации особо, значит, не берут на, в общем-то, обслуживание этих домов. Мы сделали такое, в общем-то, предложение эксплуатирующим организациям, заключили соглашение, по которому эти дома не являются брошенными, они обслуживаются. Но эти варианты, значит, по которым их обслуживать, это несколько, они отличаются от прямого какого-то такого внимания управляющих компаний к жилому фонду. Но, тем не менее, это, значит, схема работает у нас. Задача, которую перед собой ставим, это сделать, ну, такую ранжировку этих домов, те, которые еще могут, значит, быть пригодными для проживания, это их капитальный ремонт. Вот по этому году у нас 8 домов, мы будем делать капитальный ремонт на домах, износ которых более 60%. Следующее такое направление, это, конечно, сносы, признание аварийным и программу сноса ветхого, скорее, аварийного жилья. Сначала ветхая, она признается аварийным, тоже вот эта программа у нас есть. Ну, и, в общем-то, так называемая программа застроенных территорий, мы три места, в общем-то, определили. Это вот на улице Стрелочная, там на Зональной, еще на Подбельского, которые выставляем для застройщиков. Там, где вот эти вот ветхие дома, это порядка 30 домов, которые могут быть, в общем-то, застройщиками снести. Вот в таком направлении работаем по ветхому жилью. Есть чем, получается, если мы говорим о программе развития застроенных территорий, есть сегодня площадки, которыми вы можете заинтересовать застройщиков? Да, мы их выставили, предложили, сегодня пока рассматривается. На Зональной уже, в общем-то, вот такая потенциальный инвестор есть, по Стрелочной тоже подходит. Тогда, когда эти инвесторы определятся конкретно, мы людям скажем, когда и кто там будет проводить вот эту застройку. Алексей Владимирович, а вот много сейчас говорится, как раз, раз уж речь зашла о застройщиках. Социальная ответственность застройщиков, которые работают и строят на территории Первомайского района, а там есть флагманские застройщики, которые работают, ну, в большей части, на Первомайке, она как-то возрастает, нет? То есть, выходят ли застройщики с предложениями что-либо построить, ну, пусть на условиях, там, софинансирования с районом? Ну, у нас большим застройщиком была компания Сибирь Развития, сегодня она практически освоила площадку 30 гектар и ушла с территории. Там остается небольшое пятно, это там 2 гектара, где 2-3 дома будут построены. Социальная ответственность вот этого застройщика, ну, довольно-таки приличная была, когда были построены дороги, сегодня в довольно-таки там приличном состоянии находится жилой фонд, который построен, жилмассив Горский, так называемый, и вот компания жилмассива Горский обслуживает нас в Березовой. Здесь, в общем-то, особых таких нареканий нет. Компания эта в свое время построила так называемый энергоблок, который позволил, в общем-то, ну, обеспечить и электричеством, теплом, водой, значит, весь этот микрорайон. На первом этапе это были проблемные, в общем-то, будем говорить, такие вопросы, значит, было несколько таких сбоев серьезных, но на сегодняшний день застройщик, значит, подключил резервное питание вместе от большой энергетики, и сегодня эта проблема, ну, практически снята, вот, и такая социальная ответственность вот этого застройщика. Первый строительный фонд, довольно-таки тоже приличная такая организация, очень приличная организация, которая зашла на Первомайский район. Вот сегодня социальная ответственность, я уже говорил, это укрепление берега реки Иня по всему, по всему длине застройки, там только остается микрорайон, вернее, маленькая площадь, где археологические раскопки еще будут вестись, а остальная, эта набережная будет, в принципе, прилично сделана. Все остальные застройщики, ну, будем говорить, работают так, что, значит, ну, пытаются сохранить колорит Первомайской природы, значит, неся определенные, будем говорить так, затраты, это ПСК «Березка», когда застройка идет, практически ни одного дерева не вырубается, остается в планировке. И вот, ну, в таком ключе работаем, и я полагаю, что это, значит, ну, так достойно представляют, в общем, застройщики свою отрасль в лице, ну, перед жителями Первомайского района. Вот такая массовая жилая застройка новых микрорайонов, она, скажем так, не изменила, ну, то есть не ухудшила как-то вот самобытность Первомайского района, на ваш взгляд? Ну, несколько изменился, конечно, это состав населения сегодня, но, тем не менее, значит, люди, которые проживают в Первомайском районе, есть определенная там субкультура, культура Первомайского района, она сегодня, в общем-то, я полагаю, так соблюдается, и люди в нормальных условиях живут, и особых претензий, там, будем так говорить, коренное население, которое приехало, у нас или конфликтов нет. Алексей Владимирович, еще такой момент, Первомайский район всегда у нас считался одним из самых спортивных, да, и, насколько я понимаю, в прошлом году для развития материально-технической базы спортивной района было сделано немало. Да, значит, у нас довольно-таки приличная спортивная база, это в районе электровозоремонтного завода, там вот спортивный зал, в который греко-римской борьбы, там есть хороший зал, значит, по силовым единоборствам. Сегодня у нас в прекрасном состоянии есть зал техникум, международного, который, ну, готов принимать, в общем-то, и команды высшего уровня для тренировочного процесса, ну, и самое главное, наше спортивное ядро, это стадион «Локомотив». В этом году практически, значит, муниципалитет принял, в общем-то, всю эту площадку, сегодня там и легкоатлеты «Фламинго», там, и, в общем-то... То есть муниципалитет, извините, он принял на баланс к себе? Да, принял на баланс всю территорию, значит, было раньше только, ну, территория, будем говорить, там, «Локомотива», это арена, которая, ну, называется «Ледовая арена» и зал. Сегодня, в общем-то, все, муниципалитет принял. Сегодня, значит, вот по прошлому году довольно-таки приличный ремонт был проведен стадиона «Ледовая арена», заменены борта, коробки, были, в общем-то, технологическое оборудование для вентиляционных процессов и ряд других инженерных проектов сделано, которые позволили, ну, довольно-таки комфортно пользоваться вот этим залом. Я думаю, что вот на... Такая задача такая, это вот наше футбольное поле, которое довольно-таки давно эксплуатируется, значит, там есть варианты, в общем-то, значит, его отремонтировать и сделать довольно-таки приличное поле для игры в футбол, для команд-мастеров, в том числе, значит, на Перинске города и приема, как дублера, это поле для, ну, по стадиону, по стадиону, который, значит, вот «Спартак», который есть в городе Новосибирске. Когда-то поле «Локомотива» использовалось в ранние периоды времени для и игры, тренировочного процесса команды мастеров футбола города Новосибирска. Ну да, мы помним, что Ичкаловец в середине 90-х играл, начинал зачастую, да, сезон матчами на «Локомотиве», когда не было готово поле стадиона «Спартак», да и потом уже, ну, а да, он еще тогда Ичкаловцем был и в нулевых годах, матчи там проводились, а сегодня там матчи городских первенц проводятся на «Локомотиве» на стадионе? Нет, пока, в общем-то, там, ну, проходят, у нас довольно-таки много спортивных соревнований мы проводим на территории, это среди коллективов, которые, значит, работают на «Инском узле», это среди тех предприятий, которые сегодня, ну, проводят различные соревнования, разные у нас есть призы на, это самое, которые вот по футболу проводятся, очень много проводится мероприятий легкоатлетических на этом стадионе, поэтому, ну, сегодня это поле требует, конечно, для того, чтобы играть командам мастеров серьезного капитального ремонта. Такого же, как был сделан, да, в Ледовом дворце «Локомотив». Да, в том числе. Там что было сделано, поменяли? Ну, там борта коробки, в общем-то, поменяли, там так называемая хоккейная коробка, вообще у нас этот дворец на 300 зрителей, но коробка довольно-таки приличная, но вот был момент, когда необходимо было, в общем-то, делать реконструкцию этой коробки, и он совершенно, ну, другого качества стал, стал вот этот там Ледовый дворец. Скажите, а что стало с вот тем спорткомплексом Первомайский, который принимал матчи самого высшего уровня чемпионата России по баскетболу? Вот у меня такой интересный вопрос у себя возник, как у спортивного болельщика. Да, там по-прежнему, в общем-то, детско-юношеская спортивная школа, которая готовит ребят по баскетболу, и там проводится довольно-таки много соревнований, тренировочные процессы и соревнований, ну, уровня города. Алексей Владимирович, на Ваш взгляд, сегодня Первомайскому району каких объектов не хватает, чтобы вот, ну, полностью удовлетворять чаяния жителей? Ну, вот в южной части нам необходим, конечно, спортивный комплекс, потому что, ну, там довольно-таки большая сейчас часть населения, которое очень активно участвует. У нас в проекте это есть, значит, есть площадка, и я полагаю, что в ближайшее время этот проект будет реализован. Естественно, по Первомайскому району есть, значит, ну, будем так говорить, вопросы к здравоохранению. Там у нас есть тоже проекты по этому году, это улучшение качества работы поликлиники Шукшина. Три там в южной части района, там на Причвино 2-1 перевести детство и тем самым улучшить качество обслуживания взрослого населения. Есть проблема у нас, так называемая, скорой помощи, значит, одна из подстанций в хорошем состоянии, а та, которая находится на Тухачевском, Матвеевке, там необходимо реконструкцию. Это начато строительство, и это тоже сегодня, ну, так, беспокоит Первомайца вообще и всех социальных объектов на сегодняшний день, кроме школ. Школа – это уже довольно-таки решенный вопрос. Это строительство двух детских садов в центральной части одного и одного на улице Твардовского, где новый микрорайон этот появился. Поэтому вот эти задачи перед собой ставим. Думаю, будем решать вместе с городом, вместе с областью, и Первомайцы будут, в общем-то, в более комфортных условиях жить. Есть очередной дозвонившийся. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Какой у вас будет вопрос главе Первомайского района? Хотелось бы узнать, когда в Первомайском районе построят детскую больницу? Ну, ведь очень давно уже нет у нас такого заведения, скажем так. Спасибо большое за звонок. Но сразу оговоримся, что полномочия, что касается больниц, поликлиник и прочих, все-таки это компетенция областного правительства. Но Алексей Владимирович, как глава района, конечно, не может не знать о такой проблеме. Есть такая проблема, отсутствие детской больницы? Да, давно. У нас более острая проблема. Детская больница, да, это есть. У нас так называемая, это неотложная помощь, которая когда-то, ну, оказывалась на территории Первомайского района, в Дорожно-клинической больнице. Сегодня, ну, мы сегодня своих вот по экстренной помощи и в Кольцово, и вот в Октябрьский район возим здесь. Вот эта вот проблема существует, и мы в первом плане, конечно, оказание, значит, экстренной помощи, ну, на ближнем плече, на ближнем расстоянии. Нет, это главная задача, которая сегодня по здравоохранению стоит. Ну, по детской больнице, конечно, там есть нормативы на население детское, когда, в общем-то, строительство этого объекта здравоохранения, оно должно быть укомплектовано и обслуживать население. Ну, пока, пока в ближайшее время, значит, ну, вот год-два строительство детской больницы не предусмотрено. Подводя итог сегодняшней беседы, вот уже мы сказали, что в задаче района на 2017 год, это строительство школы, вот, и школьный вопрос, это строительство детских садов и медицина. Какие еще задачи будете перед собой ставить, решать, какие задачи ставит мэр города? Ну, вот мы говорили о ветхом жиле. Одна из самых главных проблем, болевых точек Первомайского района, это текущее содержание этого ветхого жилого фонда и, в общем, программы сноса. Здесь одно из важнейших направлений. Будем в этом плане работать, будем привлекать и инвесторов, будем привлекать, в общем-то, и застройщиков, которые сегодня, ну, могут на определенных каких-то льготных условиях начать строительство при условии, что будет снесен вот на застроенных территориях ветхий жилой фонд. Вот это одна из главных задач. Вот для нас очень важно, конечно, хорошие дороги и тротуары, которые, значит, расположены на территории. У нас частный сектор, 91 километр дорог, это все проблемы сегодня существуют. По частному сектору удалось решить, вот, по прошлому году, это газификация по высокому давлению. Сегодня из 7100 домов частного сектора, 3500 сегодня с газом. И возможность, техническая возможность подключения каждого дома есть. Поэтому эта задача сегодня более экологическая какая-то обстановка в районе, это уменьшение выбросов из труб частного сектора. Да, сегодня звонки на эту тему были. Да, да, вот эти все вопросы, в общем-то, будем решать. Думаю, что в год экологии, в том числе, вот такая наша большая задача, главная задача, это работа с дачными обществами. У нас их 46. И когда, значит, ну, пытаемся решить вопрос, чтобы, будем говорить, те отходы, которые, значит, в дачных обществах есть, это мы сегодня заключаем договоры, требуем от дачников о том, чтобы, значит, ну, были организационно решены все вопросы. Это тоже одна из главных задач. Тоже говорилось сегодня о том, что берега, значит, по 10 километров одной-другой реки, это тоже проблема Первомайского района, чтобы, значит, ну, содержать их в нормальном состоянии. Значит, это культура, в принципе, отношение к нашей природе. Это тоже вопросы, которые решаемы и на сходах граждан, и на совещаниях с ТОСами. Есть такая у нас хорошая, в общем, традиция, это трудовой десант, когда ребятишки, там, человек 150 у нас вот работают, они, в общем-то, ну, многие вопросы решают, тем самым видят, значит, и пользуют для себя в том, что сегодня надо, значит, чтобы, ну, район был чище и меньше, в общем-то, их выгоняли вот на эти вопросы. Вот эти вопросы, ну, а самое главное, это такой климат, который Первомайский район должен быть, он всегда был, когда слышали друг друга, в диалоге всегда находимся, ни одного, в общем-то, обращения, если есть возможность, это самое не пропускаем. И, в общем-то, ну, вот такая вот атмосфера доверия власти и населения, это, значит, одна из главных задач сегодня вот у нас на территории района. Спасибо большое за сегодняшнюю беседу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин